Ольга Андрощук Оля, знаю тебя уже многие годы, всегда с большим уважением отношусь к твоему творчеству. Разреши мне сегодня в эфире больше расспросить о твоей жизни, о том пути, который Господь тебя ведет. То, что я знаю, это ты из Украины, Полтавской области, ты из очень благополучной семьи, в семье, в которой 10 деток, и ты была старшая. Да, я была старшая. Да, я это с радостью расскажу. Это интересная история, как я пришла к Богу. Вот уже сколько лет прошло, а я очень часто это вспоминаю. Я очень любила музыку с детства. У меня родители сдали учиться на пианино. И первые 6 месяцев я играла не на пианино, потому что оно было в Чернигове, его нужно было привезти. А мне мама нарисовала на листочке пианино, да, она нарисовала клавиши, ну половину, там 88, она где-то 60 или 70, я не помню, ну не полностью. Но еще нарисовать надо уметь. Да, мама нарисовала, и я ходила в музыкальную школу, а там училась, а дома приходила и занималась, потому что нужно было, ну естественно, сдавать все. Ну ты же знаешь, музыкальная школа на Украине. Домашнюю работу надо было делать. Домашнюю работу, тебе оценки ставили. И я так училась, я помню, когда мы уже привезли нам пианино, оно стояло уже в гараже, его нужно было настроить, почистить, помыть, пыль вытереть, да. Я просто не могла даже, я на нем уже брынькала, как говорит мама, не брынька, не брынька, я на нем, я на нем брынькала, короче, бесконечно. Вот, и я, это к чему я веду, что я люблю музыку. То есть я любила еще с детства, я была к этому. Сколько тебе лет тогда было? Шесть. Шесть лет. Да, шесть-семь лет я пошла в музыкальную школу, и меня всегда интересовало все, что связано с музыкой. Я смотрела всех исполнителей, я очень любила Таисию Павали, но я говорю о том, что я с невежущей семьей, то есть как бы мы еще о Боге тогда не знали. И вот прошел какой-то период жизни наш, и мои родители покаялись в 96-м году, пришли к нам домой после церкви, и говорят, у нас изменится жизнь, мы встретились с Богом, и наша семья сейчас будет другая. Я это все слушаю и смотрю на них, и думаю, не хватало мне еще Бога в жизни. Ну, то есть я только начинаю свою жизнь, мне только 12 лет, меня еще, между прочим, на дискотеку не отпустили ни одного раза. Молодец, даже не успела сходить туда. Просто не успела, папа пообещал, что вот скоро ты пойдешь, весна начнется, а это был десембер, дженюри, февраль. Да, февраль. Февраль, это был февраль месяц, это была холодина, папа говорит, весна начнется, и ладно уж, мы тебя отпустим один раз. Были уже свои планы на жизнь, ты уже представляла, как там весна с подружками, там уже парни будут вас за руки хватать, а тут тебе на христианство какое-то. Ген, естественно, ну, ты понимаешь, как это, ну, не христианское общество, не христианская среда, это друзья, это подружки, это, ну, непонятно что. Хотя, у меня родители воспитывали меня очень строго. Я помню, папа мне как-то сказал, вот, если ты возьмешь сигарету хоть раз, я это узнаю, я тебе отрубаю руки. Вот так прямо, или да, не дай бог. И я не обижаюсь, вот как-то, не то, чтобы они меня там забивали, нет, я реально получила очень сильно, только два раза в жизни, это была причина. Ну, давай так, как говорили мои родители, или мой отец говорил, Гена говорит, дома воспитывают, а это на улице бьют. Да, 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 да. Поэтому дома воспитывают. Оля, результат самое главное, что воспитывают тебя. Да, да, ну, к чему веду, что, да, результат был, и когда вот они пришли, сказали, что мы встретили Бога, у нас изменится жизнь, мои все планы, мои мечты, они все рухнули в тот же день. Я очень, как бы, боролась внутри, я помню, я очень злилась, но не могла это сказать родителям. Я, в принципе, как-то никогда им не говорила, нет, не буду, не хочу, то есть, такого не было. Вот, но внутри я просто аж ненавидела это слово Бог, это было где-то на протяжении 2-3 недели. То есть, я все время думала, что они шутят, и они передумают. Надеялась. Да, ну, я просто хочу сказать, что, несмотря на то, что мне было 12 лет, но так как я была старшая в семье, я очень взрослая девочка была. Уже, как бы, 12 лет, я вот сейчас это четко помню, готовила, убирала, все понимала, ответственность была, все братья и сестры на меня. То есть, это, как сейчас, моей дочке 15 или 16, да. Поэтому вот эта борьба, которая была у меня внутри, она была полностью осознанная. И потом друзья, моего отца друзья, это, получается, родители моего сейчас состоявшегося мужа. Они узнали, что вот такая семья, которая проживает в Решетиловке, и мой папа, ну, так сказать, по-украински скажу, был на высоких дужепусадах, то есть, занимал очень высокочинные места, да, должные в городе. И родители моего мужа об этом узнали, говорят, ну, давайте как-то к нам в церковь уже придите. Вы покаялись в Полтаве, приходите к нам в район. Вот, но мы не хотели. Ну, были там свои причины, почему не хотели. Ну, ты же понимаешь, для Украины стать христианином в то время, ну, не знаю, как сейчас, это был шок для людей, вот. И они приглашают нас, говорят, там будет концерт в Полтаве, может, отпустите Олю, пусть поедет, посмотрит, вот. И мама мне говорит, там будет концерт, я говорю, ну, какой концерт христиан, знаешь, ну, сама себе думаю, знаешь, вот, а потом думаю, нет, все-таки я поеду, мне так интересно, что же они там делают. Это первый концерт был? Это первый концерт вообще в моей жизни. Ну, это нашими словами христианскими, это называется евангелизация. Ее делал Евгений Гудухин. Это был 96-й год. Евгений Гудухин. Да. Хорошо, Женя, спасибо тебе огромное. Он тогда собирал, знаешь, я вот не солгу, тысячи людей. А, кстати, это не происходило в домах церкви, это было в клубах. Дом культуры. Дом культуры. Даже некоторые места были, где проходили там всякие такие, ну, не очень мероприятия, но им разрешали там сделать евангелизацию, и, ну, кто на это не пойдет, знаешь, как бы. И я туда приезжаю, и вот, ты знаешь, с первой песни мне так понравилось. Не помнишь, какая она? Как он «Белым колупим, белым колупим». Ну, во-первых, у него песни вообще сами по себе, они глубокие, душевные, и они конкретно касаются неверующих людей, вот что мне нравится. Потому что вот когда я была неверующая, и, ну, я там край муха слышала, когда пели про кровь Христа, у меня всегда сразу такой ступор. Думаю, Боже, в жертву принесут сейчас меня, знаешь, кровь Христа. Это же, наверное, вот, ну, я не понимала. Я уверена, что многие люди это тоже не понимают. Это мы понимаем уже. Когда мы это прожили, прошли, и знаем, что это такое кровь Христа. Это не буквальная вещь, которую мы можем потрогать, да, вот, а это что связано с нашим спасением. И вот у него песни были совершенно другие. У него не было песен о крови, например, ну, о муках Христа. Он говорил конкретно о том, что что же ты стоишь, ты отвернулся от Бога, а ты, твоя душа загублена, ты делаешь то, то, то есть, и меня это зацепило. То есть он пел на очень понятном языке. И тексты очень были доступны даже для неверующих людей. Да, он пел. Язык этот, он пробивал все стены. И вот весь концерт, ну, он пел, рассказывал о себе. У него тогда, он тоже, по-моему, был неверующим, насколько я помню, и вел очень неправильный образ жизни. Ну, вообще даже не для неверующего, а просто погряз, алкоголь там был, что там только не было. Я помню, он рассказал, что его жена бросила, ну, что-то такое было, что авария была. Я вот это все слушаю, я в жизни такого не слушала. Ну, а кто-то его спас. Я думаю, ну, кто же его спас? Свидетельство такое. Да, и на протяжении его всей истории он говорил о Боге, о Иисусе Христе, что именно он покаялся, изменил свою жизнь, Иисус Христос изменил как бы его. И уже в конце он начал петь песню «Что же ты стоишь? Иди к нему». И вот эта песня, знаешь, вот как «Все кости мне сломала». Вот до этого у меня еще ломка была. Иди не идти, делать не делать. Да. А вот когда я услышала эту песню, это была просто большая жирная точка. Очень люблю эту песню, мечтаю просто спеть в нашей церкви. Ну, Женя приедет и Женя исполнит. Да, да, да. И я вышла, покаялась и проснулась уже в понедельник совершенно другим человеком. Ну, там уже свои приколы начались. Пришла в школу, такая, знаешь, вся светлая. Всем рассказываешь. Да, да, ты понимаешь, зашла в класс. На тебя смотрят, говорят, Оля. Говорю, девочки, у меня, говорю, такая новость. Я говорю, счастливая самая. Они на меня смотрят и говорят, Оля, с тобой все нормально. Я говорю, да, я изменилась. Вы понимаете, у меня сколько радости. Она говорит, так что ты, что с тобой, тебя вкололи. Вот так мне говорили подружки мои. Да, и потом, когда я начала уже говорить о Боге, конечно, с меня начали смеяться. Это понятно. Пережила ты, значит, вот эти еще гонения со стороны школы. Что произошло дальше? Вас пригласили в гости. О, это вообще классный момент. Я знаю, длинная история, но ты можешь только главный, коротко. Хорошо, хорошо. Нас приглашают, опять же, родители моего мужа к себе в гости. Ну, уже мы на концерте побыли, Оля уже покаялась. Вот, и ну давайте как-то общаться. Ну, все-таки вы из этого района. Такие они молодцы, вас позвали в гости. Да, 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 да. Это было воскресенье. Мы пришли в гости, там накрыли большой стол. Там было очень много людей, где-то человек около 20, может даже больше. Но так получилось, что меня посадили в хорошее такое место, я не сидела в тесноте. И возле меня сидела сестра, то есть меня никто не толк, вот нормально было. Но что самое было интересное, что там было очень много вкусной еды. Я ничего не смогла попробовать, вот вообще. Почему? Рассказываю. А сидит моя сестра, меня толкает, говорит, что ты не кушаешь, тебе все предлагают, ты что, заболела или что? Я говорю, слушай, посмотри на того парня, мой муж, Богдан уже состоявшийся, стал прям вот напротив, как я сижу в углу, на входе в дверях. И три часа, пока люди сидели за столом, около трех часов, потому что там было сразу горячее, там холодное, горячее блюдо, потом уже сладкое пошло. То есть я ничего не кушала. Гена, я тебе говорю. Он просто на меня смотрел. То есть они ходили, носили еду, они говорили, отойди, ничего этого не случалось. Он просто стоял на меня смотрел. Вот оно как, влюбился из конкретного. Ну я не знала, что он влюбился, я думала, что что-то не то. И ты же поправляешь и так. Сразу нет, а потом уже говорю, ну как бы у меня все вообще в порядке, может что-то не то, может я как-то выгляжу не так. Он говорит, да успокойся, моя сестра тогда еще со мной сидела, говорит, все хорошо. Хорошо. Ну так как бы случился дзынь. Спасибо. Интересная встреча, что эти люди и Господа вас привели, да еще и жизнь твою личную устроили, сына отпустили. Первые твои учители музыки говорили о том, что у тебя сразу открылся талант, ты могла играть по слуху. Вспомни, пожалуйста, может быть, коротко о твоего учителя и как родители тебе в этом помогали потом? Ну, учителя разные есть, ну, если вспомнить советское воспитание этих учителей, которые учили нас уже, вот, оно, если честно, очень интересное было. Но были учителя... Ты считаешь, правильно или так? Вот как я сейчас учитель, да, например, я учу, много очень деток, я считаю, неправильно. Неправильно. Нельзя это делать, да. Нельзя. У человека можно убить не только желание, вообще, вот человека своего. И таланта убить, да. Да, да, да. Были учителя, которых я до сих пор помню, очень сильно люблю, вот, они располагали, они были добрые по себе. Были учителя такие строгие, были такие, которым не нравилось, что я играю по слуху. Я не знаю, почему это все происходило со мной, честно, не знаю, но это, я сейчас, это как кино какое-то было, знаешь. Они не играли на слух. Вот потому они таки сердились, потому что, это же не мы тебя так научили, ты сама уже умела. А они же хотят... Да, я помню, я сдавала академ-концерты, вот, училась же, конечно, у нас же постоянно были эти концерты, нам же оценки ставили. Я что-то забыла и свое добавила. То есть, я всегда выкручивалась, как вот вор, знаешь, в воде. То есть, не было такого, что я сбилась и сижу, расплакалась, ушла или... Я что-то свое додумаю. А они так это не любили, потому что другие слушают, которые принимали эту академку, они не ставят оценку. Она говорит, нет, она не те ноты наиграла, она свои ноты наиграла, знаешь. Ух ты, смотри. Вот это прикол был, да. То есть, есть люди, которые оценили, есть люди, которые, наоборот, тебе цеплялись. Папа-мама, что для тебя сделали? Папа-мама много сделали. Они, ну, они сами по себе музыкальные. У меня мама на пианино играла. У нее очень красивый тонкий голос. Кстати, я думаю, что это от нее у меня, вот именно тонкость. А папа, я узнала недавно, ну, как, не вот этот год, там два, но чуть ранее. Папа у меня, оказывается, писал стихи, на чердак выходил, записывал стихи. У него целая книга есть. Даже иногда читал, как-то, знаешь, вот... То есть, он скрывал? Он писал и скрывал? Нет, не скрывал, ну, как же, ну, разве раньше на это как-то кто-то обращал внимание, или как-то это было что-то, ну... Ну, ты же не знала. Не достигаем, ну, не знала, да, не знала. Ну, аж скрывал. Ну, не было же такого, что он там встал перед своими работоделателями, я вам прочитаю стихи, то есть у него не было возможности... Ну, например, там, на Новый год, там, друзья, я хочу поздравить вас. А, да. Было? Нет, не было. Ну, аж скрывал. Представляешь, какой талант, и ему не дали возможность расцвести, то есть показать, что вот... А у тебя? Может быть. А у тебя? Инструмент когда он тебе купил, а сколько лет? Инструмент... А, подожди, я тебе еще скажу за то, как они меня вытянули сразу. Давай, давай. Потому что я пошла учиться в музыкальную школу, и каждый божий день я там после школы находилась. Ну, люди, которые учатся в Украине или учились, они знают это. И получается так, что после школы я прихожу поздно, у меня еще куча работы, уроки, я, короче, устала. Вот. И на... На чего, ну, мне все треба. Ну, тем более старшая девочка в семье на тебе, большая нагрузка, еще за меньшими смотреть. Вот все там пришли, там, не знаю, отдыхают, там, кушают, а я еще учусь, учусь, работаю. И, ну, мне еще, конечно, муж чуть-чуть помог в этом, он тоже, как бы, решили мы прогулять вместе вдвоем. Это мы дружили. Ну, если это можно назвать, конечно, дружбой, ну, пусть это будет прикольная дружба. И прогуляли мы целый месяц. То есть, типа, я в музыкальной школе, но я не в музыкальной школе. А ты к нему на свидание, да? Да нет, ты что, какое свидание? А, извини, извини, раньше же не было. Ты что, нет, Кен, какие свидания? Там просто рядом, там прошлись, поговорили, три слова бросили друг другу, и до свидания, знаешь. И звонит учительница моему отцу через где-то полтора месяца, говорит, с Олей все хорошо, она не болеет. Вот он говорит, а что с Олей? Вот сидит возле меня, а у меня уже все, сердце в порядке ушли. Она говорит, слушайте, а вы знаете, что ее уже месяц даже больше нет в музыкальной школе? Папа такой на меня поворачивается, говорит, что? А я говорю, пап, я не хочу. Он, короче, с учительницей попрощался, вот. И такую хорошую мне, такую моральную профилактику провели. Лекцию сделал? Нет, они меня не били за это, нет. Они мне просто объяснили, что пока я ей дочка, они должны вложить то, что считают нужным, а ты потом сама решай то, что сейчас сделала я даже своим детям. Слушай, такой переломный момент. Вот учитесь, говорю, пока я ваша мама, я вкладываю, а потом вы решаете, или используете это, или нет. Ты считаешь, что родителям нужно так делать, да? Когда вот дети на таком пути. В основном они же не хотят. Лень больше берет человека, чем работа. Ким, а ты что, о чем ты говоришь? Очень мало, ну даже большие профессионалы, вот известные люди, да, у них у всех вот этот период был, у всех. Нет таких. Потому что это действительно сложно. Тебе нужно учиться. Знаешь, когда ты можешь полежать, кино посмотреть, тебе нужно учиться. А тебе нужно репетировать. Да. И вот, когда я покаялась, я помню, у меня была такая мечта, ну, я уже писала музыку до этого, до того, как я покаялась, я уже писала песни детские. Ну, на распев ты писала, как ты писала? Ну, как я писала? Инструмент был у тебя? Пианино дома стояла. А, пианино было. Хорошо. Записывала блокнотик, пела, собирала моих братьев-сестер. Вот мы, там, первая моя песня. Снег идет, снег идет, папа елочку несет. Снег идет, снег идет, значит, скоро Новый год. На Новый год собрались, братьев-сестер научила и спели. А когда я уже покаялась, у меня прям такой жар внутри стал. Я говорю, Господь, помоги мне писать такое, как Евгений Гудухин, чтобы через это люди приходили к тебе. Слушай, ну, Женя вообще знает Гудухин? Ты ему сказала? Да, я это говорила. Так у тебя был какой образец. Ты хотела, чтобы как через него песни каялись, как ты покаялась через песни, чтобы Господь и я хочу писать песни, через которые тоже люди будут каяться. Это сильно, это сильно. Ну, у меня же больше не было на кого равняться. Ну, чтобы ты понимал, для меня христианский мир открыл только, ну, он, даже как бы не проповедь, вот, и не вот эти все покаянческие рассказы. И не соседи, которые жили и хорошо, и не очень. Я говорю сейчас о себе, о своем мире. Мы сейчас говорим о мне, я как бы... И с 13 лет ты начинаешь просто даже записывать альбомы. Да, сразу мне нужно было на чем-то это все как-то воспроизводить. Ага. И я сказала отцу, что я бы очень хотела инструмент. Само Грайка называли, там, Ямаха, Касио. У всех было Касио тогда. У нас вот в районе... Сказал, что надо учиться, а мне теперь инструмент нужен. Да, ну, и я не просила. Ну, намекала же. Я просто сказала, что я бы, ну, поиграла вот на Касио. Хорошо, хорошо. Ну, как, ну, что просить? Это деньги большие были, знаешь, ну, как бы... И тут я даже это не знала. Он как-то отложил эти деньги. Или они с мамой, не знаю, позычили. Вот честно, он до сих пор не знает, где они взяли эти деньги. Но они мне купили. На то время это была Ямаха 2000. Это был самый высший класс именно этого инструмента. Мы поехали с ним в магазин, он мне купил. Это был самый дорогой подарок в моей жизни до замужества. Самый дорогой. То есть все то, что было до этого, было тоже очень круто, очень хорошо. Но это, во-первых, я этим жила. Во-вторых, это действительно был дорогой инструмент на то время. Мы говорим о 96-м году. В 97-м, 98-м. И там была такая функция, что я могла фонограммы писать. Я начала сама писать фонограммы. Я написала очень много песен за этот период. И говорю, папа, получалось так. Я пишу песню, вот я сейчас как-то сейчас вспоминаю. И папа говорит, ну что, сегодня что-то новенькое споешь, а мы с моей сестрой пели в два голоса. Малявки были. Да, и мы собирались, и папа с мамой садились. Там братья-сестры, никто никого не заставлял. И я давала им концерт. Я стою на Ямахе, играю с сестрой, пою, они слушают. Они всегда восхищались мной, поддерживали меня. И приветствовалась твоя инициатива писать. То есть ты знала, что тебя спросят что-то новое? Да, уже есть. Ну просто видишь, я видела, что им это нравится. И они у меня заложили в этом плане уверенность. Вот даже я чуть забегу наперед, когда я уже приехала в Америку, а это страна, где мечты можно осуществить любую вообще. Да, я четко понимала, ну кто я как внутри и что я могу, что я хочу. Даже несмотря на то, что мне говорили, кто это будет слушать, это, там, частушки, вибрушки, было все. И свои, и чужие. И что ты воешь, боже мой, что хочешь было. Вот. А меня что, никто не знал, кто же я? Оно же, оно как дано, оно как заложено, так ты хоть не знаю. Хоть головой об стенку, бейся, оно у тебя есть, знаешь. И я четко, они, родители, у меня, вот этот цветок, они у меня взрастили. Они мне очень помогли. И потом это была папина идея поехать на студию. Это где было, в Полтаве? Нет. Студия, студии христианская в Полтаве не было. Студия христианская на то время была только в Черновцах. И был, нас записывал Михаил Полий, кто знает, Мишу Полия. Ну, я не знаю. У него сын есть, Вадим Полий. Ну, такие достаточно хорошие, очень хорошие люди, очень известная семья. Это дорого было записать тогда? Это было очень дорого, да. Но первые два альбома, нет, подожди, первые, да, первые два альбома я записала с родителями. А уже последний свой, именно на кассетах, уже муж меня возил, как бы я уже замужем. Замужем. Слушай, родители молодцы, говорят, так, дочь, а поешь с нами, чтобы мы тебя поддержим, еще будет красивее, когда втроем. Да, да, да. Ну, как с родителями. Родители не пели, я имею в виду, что они оплатили. А, я думаю, они пели с тобой. Нет, 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 они не пели, они слушали. Хотя они поют очень красиво. Я записала с родителями, а мне ведь спонсировали, а потом уже муж спонсировал. Да, да, да. Оля, твои песни начинают петь в церквях, во многих церквях. Как твоя реакция? То есть ты радовалась, переживала или авторские права? Конечно, радовалась. Я же говорю, когда вот уже спустя много лет, вот уже я анализирую вот эти последние пять лет в моей жизни, вот последние пять лет, вот мне 39, последние. Всего лишь. Да, всего лишь. И когда я получаю, я говорю на полном серьезе, письмо на e-mail или в Instagram, или люди вот просто мне высылают фотографии, рассказывают о своей жизни, пишут. Я тебе говорю, у нас несколько таких писем было, что мы на всю жизнь запомним это с девчонками. Люди находили Бога, вообще неверующие, просто случайно заходили на YouTube. У нас даже такой случай очень яркий был. Человек-американец поехал в Украину учить детей английскому. Неверующий совершенно. Парень молодой, неженатый. Да, как-то он натрапыв на гурт Надия. Случайно нашел вас в YouTube? Да, ну сразу гурт Надия, это мой церковный, который поет. А, так подожди, ты еще в церкви имеешь эту группу? Да, ну да, да. Надежда называется, хорошо. Воршип энд хоуп, это уже новое время. Группа прославления. Да, группа прославления. Ну, тогда знали Надия, он нашел песни, он начал серчить, ему очень понравилось, и вышел на мелодии, потому что у меня все каналы связаны. И, короче, влюбился в мелодию, именно в песни. Начал переводить их, узнавать, о чем люди поют, что это за Бог. Вот, а он сам еврей. Еврей, ты знаешь. С Божьего народа, да. И приехал в Америку, нашел нашу церковь, пришел, рассказал, то есть покаялся, пришел в церковь, нашел человека, говорит, я хочу покаяться, я хочу найти вашего Бога. Рассказал, как это все случилось. Слава Господу. Ну, это один из случаев. Ну, не хотелось бы финала, и женился на одной из вашей девочки. Нет, нет, он уехал, он такой миссионер, он уехал сейчас в какие-то другие страны там помогать, не знаю. А, так он еще миссионером стал? Да. Видишь, представь, не только души приобрела для Господа, а еще служителя приобрела. Представь, да, вот через творчество. Ну, только на небе, Олечка, мы узнаем, как много людей услышала, покаялась, изменили свою жизнь. Да, это правда. Ты написала более 200 псалмов, это очень много, ну, я надеюсь, это всего лишь 200. Скажи, пожалуйста, вот вышла замуж за Богданом, почему Богдан? Вот все-таки он не только тебя там взглядом не отпускал, но какой у него самый главный плюс? Ну, скажу тебе, скажу, вот чем он взял, он такой был напористый, да. А для некоторых девочек это важно, чтобы он... Нет, это для меня не было важно, я просто в шоке была, да. Просто, когда он уехал уже в Америку, он мне сказал, ты меня жди. То есть у меня с ним вообще ничего не было, да. Я приеду, я приеду. Даже не было такого, что мы где-то там или встречаемся, да, или что-то такое, да. Он говорит, ты меня жди. И когда он уехал в Америку, естественно, подкатывали женихи, ну, понятно, знаешь, были всякие женихи. Ты в 19 вышла замуж, да? Да, я в 19 вышла замуж. Ну, до 19, конечно, подходили, знакомились. Да, да. Тем более ты поешь, твои песни знай, ну, нормально все. Да, да. И почему он? И вот эти женихи, они все такие интересные были. Вот пришел там, я ему сказала, нет, один или два раза, он, ну, и ладно. Я такая думаю, окей. А это важно, значит, надо много раз приходить, да? Ну, как тебе? Нет, не много раз, понимаешь? Я тебе, ну, я хочу, чтобы меня люди правильно поняли, не надо там унижаться. Если оно не идет, оно не идет. Но вот у моего мужа было что-то, что он добивался. Вот такое качество, что им было все равно, что говорят, что думают. Настоящий рыцарь. Что хочу даже я, да. Кто против, кто за, знаешь, его, в принципе, это не волновало. Вообще не волновало. Поэтому вот Богдан, мой муж, состоялся вот за счет вот такого его качества. Молодец. Богдану большой привет и спасибо тебе огромное, что у тебя вот такая талантливая супруга, которая так много трудится для Господа. Знаешь, если бы он не благословлял бы, если бы он не видел, что ты должна инвестировать свое время, свои финансы в этих подростков, девочек, там у тебя еще есть группы, то тебе бы не получилось. Вот скажи, вот говорят, украинская такая пословица, есть жены вся, шовтопы вся. То есть человек женился и пропал. Или вышла замуж и пропала. Просто ничего больше не делать, не в церкви и так дальше. Ну у тебя же другой муж. Он сколько тебя всегда держит в первых рядах служения. Ну смотри, я тебе скажу, что сразу, когда мы приехали сюда, я просто хочу внести поправочку. Не было возможности финансовой, ну вообще даже, стать на ноги. Мы там становились на ноги около семи лет, даже может быть больше. И любая тема, которая заводилась в плане того, что там… Ну допустим, смотри, я вот приехала… Это может все не рассказывать, потому что люди все этапы проходят. Нет, я хочу это рассказать. Ты хочешь рассказать, давай. Да, я это хочу рассказать. Например, когда я приехала, я встретила одну подружку, тоже музыканта. И она говорит, у меня фонограмма стоит 300 долларов. На то время я приехала, 2005 год, мы 600 долларов платили за квартиру, месячный рент. Ну как ты могла позволить? То есть да, ну как я это скажу мужу сейчас? Слушай, дай мне 300 баксов на фонограмму. Он скажет, извини, а ты кушать что мы будем? Да, вот что платить? Я даже этого не делала. Но, смотри, я делала, что могла в то время. Я делала, что могла. А у меня, я же этот инструмент, что мне папа подарил, я же забрала с собой в Америку. Ага, молодец. Я сидела, на нем писала, все, я пела в церкви. Я организовала группу первую «Ефемиам». Это была группа для церковного. Это уже в Америке, получается? Это в Америке было, да. И муж, не было такого, что, например, он там, не знаю, закрыл дверь и все, ты это делать не будешь. Такого не было. Но возможности сильной там себя сразу раскрыть тоже не было. Поэтому я не скажу, что он там меня не поддерживал. Просто не было возможности, знаешь? Это был нелегкий путь в твоей жизни. Это был нелегкий путь. Ты сама шла очень медленными шагами, но шла вперед. Да, да. Давай вспомним тот момент. Вы приехали в Соединенные Штаты, ты приезжаешь в Сакраменто. Первое время ты была хористкой, где был регент Оксана Светящук. Потом тебя, приглашая церковь в краеугольный камень, ты уже регент. Да, да. Потом есть один человек, который приложил очень много усилий, чтобы ты стала регентом в церкви Сол. Спринт оф Лайк. Да, это был Сергей Владимирович Почапский. Почапский пастор. Расскажи вообще, что он за человек, вот пастор. Какую роль он в твоей жизни сыграл? Большую. И сейчас он для меня, он классный пастор, я тебе скажу вот честно. Сергей Владимирович, дуже вам дякую. Он проживает людей. Он проживает людей. Я не знаю, может это просто меня-то коснулось. То есть он через себя проводит вот эти обстоятельства. Нет, он тебя слушает. Он пытается вникнуть в твою проблему, ситуацию. Не просто… Бог поможет. Давайте, о, 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 давай, или там помолимся, или что-нибудь. Знаешь, как бы он очень многим помог. Я просто не хочу это говорить, не скажу. Ну за себя скажи. И не только, и не только в плане там, например, духовном, да, поднимал человек. Он поддерживал. Он всегда поддерживал. Если нужно было что-то там сказать прямо, там нужно что-то поменять, или… Он приходил, говорил. Не было такого, знаешь, что там льстит, где-то за глазами, там что-то не то. Позвонил, сказал, как есть. Очень откровенный, да, получается? Да, да. И почему не послушать человека, если он честен с тобой? Ну почему, знаешь, как бы… Поэтому по-чапски он тогда забрал меня с краеугольного камня, пришел к нам домой. У меня только Ванесса родилась еще моя маленькая. И мы с мужем тогда дома были. Он говорит, Богдан, ты благословляешь, разрешаешь ее, чтобы она была легендом? Правильно, к мужу пошел, вот по пастырски. А кому пойти-то? К мужу сразу нужно. Вот, и Богдан говорит, да. И вот я стала тогда, ну как бы официально дирижером хора «Надия». Хороший очень хор был, очень хороший. Хорошо. Я вот все хочу как-то спросить. У тебя есть одна песня, которую ты прошла «Меня ожидает небо». Если можно, я хотел за несколько псалмов спросить. При каких обстоятельствах ты его написала, если так за минуту рассказать? Да, я расскажу за минуту, хорошо. Эта песня была написана где-то 17-18 год. Если я не ошибаюсь. Нет, извини. Это мне было где-то 16 лет. Неправильно я сказала. Мне было 16 лет, не 17-18 год. Хорошо. У нас в Полтавской области был пастор, самый главный над Полтавской областью, Соловьев. Может, кто-то узнает. И случилась такая страшная беда. Мои родители с ним были знакомы лично. Он очень сильно помогал моим родителям духовно, когда они покаялись. Это, можно сказать, был хороший друг и отец. И среди ночи папе позвонил в звонок, говорят, что Соловьева зарезали. Ой, я же знаю этого пастора, ты представляешь. Пришли ночью грабители к им. А он с Америки вернулся, да, по-моему? Я не знаю, вот этого нюанса. Был в гостях в Америке, вернулся домой, и эти грабители подумали, что он с Америки, он, наверное, много привез. Может быть. Ну, факт того, что они хотели убить всю семью и забрать все, но он как-то каким-то чудом защитил свою семью. То есть детей, жену, он как-то их или спрятал, или вывел, или закрыл с собой. Ну, короче, это было что-то такое жуткое. Трагедия страшная. Да. А я спала в комнате тогда, я это все услышала, знаешь. И меня это так все как током просто пронзило. Я видела, как родители плакали именно из-за того, что, ну, хороший человек был. И близкий вашей семье, он это... Да, да, да. И ты садишься и пишешь? Сажусь и пишу. Напенню. Можешь чуть-чуть напеть? Или мы расплатимся? Я спою. Меня шатает небо, и этой встречи жду я. А здесь и покоя нету, не стала дома ты мне земля. Я временно здесь ступаю по равнинам и по полям. Привыкнуть к тебе пытаюсь, но сердце рвется к небесам. И так там идет припев. А я хочу туда, где нету горя. Вот эта песня была именно так. Спасибо, друзья. Для вас вживую автор, исполнитель и композитор Ольга Андрощук. Оля, спасибо тебе огромное. Ты такая искренняя, легко тебя выпросить даже спеть и рассказать то, что ты покаместней всеми рассказала. Но сегодня это уже будет для всех. У тебя был такой, мы говорили о том, что этот путь не очень легкий, творческий. Был такой сложный момент, когда тебя здесь в Сакраменто пригласили на один из музыкальных фестивалей, и ты предложила свою песню. И эту песню не просто не приняли, ее забраковали. И вот вы представляете, когда твои песни уже поют в украинских церквях, твои песни уже полюбили так много людей. И тут на самом обыкновенном фестивале говорят, ну это вообще полностью забраковали, и ты со слезами уходишь оттуда. Что внутри тебя происходило, и как ты нашла силы, я не знаю, может Богдан тебе помог, муж, что найти силы и все-таки не остановиться? Ну, я ушла со слезами не из-за того, что забраковали мою песню, а просто человек сказал в грубой форме, это мне, ну как, оскорбил просто мою личность. Перед всема? Да, да. Ну, как я девушка, женщина, как бы, ну это было, это было очень вульгарно, некрасиво. Я плакала из-за того, что я впервые с этим столкнулась в христианстве, а не из-за того, что забраковали мою песню. Спасибо, что меня поправила. Поведение само христиан тебя разочаровало. Да, да, да. И, да, я переживала по этому поводу, что, ну, походу, как бы, ну, не так все легко вообще. Вот, но не было такого, что, например, я все-таки тебе на зло добьюсь. Вот это все не было. Докажу, я докажу, что ты ошибся. Я просто делала свое и все. Я не обращала внимания вообще никогда ни на кого, ни на какие комментарии, ни на какие, что мне там за спиной говорили, правильно, неправильно, ты правильно делаешь. Потому что мои песни, если ты, например, слушал, они тоже очень направлены к людям. Они такие, они имеют упрощенную форму именно самого воспроизведения. У них достаточно доступные слова, мелодия. Они становятся хитовыми из-за того, что легкая мелодия. Это мне понравилось. Тексты очень хорошие. Да. У нас, я знаю, что мы в городе делали два всего лишь фестиваля. Это песни трокистов, это песни о жизни, нелегкой судьбе, тем более твой муж трокист. И, ну, тебе два раза отдавали второе место. Вот среди там 30 участников, которые написали эти работы, мне кажется, и первые должны были давно отдать. Но вот действительно, тексты и мелодия очень сильные. Как вообще реагировать на неправильную критику? Вот есть люди, которые вот всего лишь записали один альбом в жизни и больше не смогли. Почему? Ну, вот они остановились, потому что неправильное отношение верующих других, критика сумасшедшая. Да даже в церкви ты попроси себя спеть. Через какое унижение нужно пройти, чтобы дойти до того, чтобы тебе дали микрофон. Вы же извините, я говорю реальные вещи, когда у нас чужого человека быстрее пустят, чем тебя, чем своего, я это хочу сказать. Как вообще реагировать? Как ты с девочкам помогаешь реагировать, когда... Я уверен, что там 99% хороших комментариев. Но есть один процент, который, как говорится, ложка дегтю. Обязательно. Это должно быть. Как реагировать за минуту? Нормально реагировать. Нужно реагировать на это нормально. Я тебе скажу, если ты будешь это проживать, днями это мусолить, да, и вот кто-то, где-то, какой-то там, вообще тебе никто, этот человек. И никогда не будет никем. И у него, он даже некомпетентен в том, что он тебе говорит. Ты должен это расценить. Вот смотри, критику надо принимать. Конструктивную. Да, но ты это должен иметь мудрость и понимать, какая критика к тебе направлена, кто ее говорит. Это очень важно, кто ее говорит. Потому что очень часто люди говорят критику те, у которых, извини меня, такое творится в жизни или выглядят так, что лучше улыбнуться и уйти. Да, поэтому критики нужно воспринимать. Олечка, я иногда поражаюсь, когда вот человек поучаствовал в служении, спел, например, спел, да, тысячу людей сказали слава Богу. А вот пастор встает в конце, ну тут еще одна записка пришла. И такая плохая записка. Зачем ты читаешь эту одну записку? Вот по-чапски не читал. Вот, вот это. Никогда. Было такое время, что ему писали записки, это он мне уже потом намного позже сказал. Какой он молодец. На меня, да. Никогда мне ничего не говорил. Когда ты состоялась, вот тогда он сказал, ты знаешь, были записки. И то, знаешь, как сказал, с улыбкой сказал. Он просто там подошел и сказал, может там что-то посветлее деть или почернее. Вот он не говорит, что на тебя пишут, тебя там то, 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 ты не так смотришься. Молодец, молодец. Никогда. Не надо убивать вот эти начатки, не надо убивать людей, которые проявляют инициативу. Знаешь, иногда говорят, кто тянет, тех и погоняет. Кто вот самый активный, больше всех и прилетает. Поэтому, друзья, как хочется пожелать, чтобы относились по-другому. Буквально через год твоей жизни в Америке ты становишься еще клавишницей солисткой группы Лейла. Любовь Тарасюк, какой роль сыграла в твоей жизни? Ну, Люба, меня сразу, вот я попала на свадьбу христианскую, когда приехала в Америку, там не помню, через год, ну на какую-то свадьбу там попадешь. Тебя пригласили, знаешь, к родственникам. Я спела свою песню «Червони, маки-маки, червони». И я такая ложу микрофон и, ну, пытаюсь спуститься, знаешь, она мне говорит, иди сюда. А они играли группой, наверное, да? Да, они играли группой. Я подхожу, она говорит, ты хочешь с нами петь? Нет. Она у меня спрашивает, а ты играешь на чем-то? Я говорю, да. Она говорит, на пианино. Говорю, да. Она говорит, а ты по слуху играешь? Ты играешь. Я говорю, по слуху, вообще, сумасшество. Какой я играю, знаешь, не по нотам. Она говорит, так, на тебе вот эту папку, если за 10 дней выучишь, до следующей свадьбы, ты в группе. Да? Я вот так, муж уходил на работу, у него работа была ночная. Я одеваю наушники, он уходит, я ложу детей до 3-х часов ночи. Разучила. И сижу, учу. Да. Это же все по нотам было, ты понимаешь, а я же на слух играю. Но выучила. Выучила, да, все сдала. Сколько ты, 10 лет играла в группе? Да, 10 лет. Слушай, ну у тебя же была возможность. Я, как ведущий свадебный тоже, сколько раз вас видел, насколько вот твои авторские псами. А это же еще какое, ну знаешь, еще одно украшение, которое люди слушают новое. Ты аранжировки делала, ты пела, так понравилось. Мне очень нравилось. Спасибо тебе огромное за это участие. Спасибо. Через какое-то время, даже после группы Лейла, ты открываешь, становишься основателем группы «Мелодия». Это, наверное, по камеси на сегодняшний день самая большая твоя заслуга, что ты организовала группу девочек, 6, да, девочек? Да, да. 6 девочек, и ваши песни, то есть ты пишешь песни, аранжировки, ты снимаешь видеоклипы, уже, наверное, 20 с чем-то видеоклипов. Больше. Больше, уже к 30. У вас миллионы просмотров, реально миллионы просмотров в социальных сетях. Идея создания «Мелодии» и почему этот проект у тебя получился? Ну, получился, потому что Бог благословил. Молодец. Без благословения Божьего, да, этого не было бы. И получился, потому что я это не делала для себя, для кого-то, я не пыталась кому-то что-то доказать. Я же говорю тебе, я просто делала свою работу. Когда девочки только начинали петь, мне тоже говорили, колгосп. Попоёте и сядете, да, типа? Серьёзно, мне так говорили, да. И что я хотела ещё сказать, мы это не создали специально. Это не было там вот специально, вот такой проект открывает, да. Там благословите меня, там дайте деньги. Во-первых, мы всё за свои деньги делали, чтобы люди знали, да. У нас до сих пор спонсора нет. Всё как бы… Всё на тебе и на родителях, да. То есть я зарабатываю, да, зарабатывают родители, да. Вот мы откладываем. Ну, видеоклип снять, это же нужно, финансы хорошие. Ну, конечно. Поэтому родители участвуют. Да, ну, ты понимаешь, ты отдаёшь, и потом получаешь отдачу другую. Это не деньги, это другая отдача. Но ещё очень важный момент я хочу объяснить, почему, вот спрашивают очень часто, зачем там эти клипы, всё остальное. Я хочу объяснить очень коротко, что наш мир меняется очень быстро. И каждый Новый год что-то меняется везде, в музыке, в видео, в YouTube, в Google, в Apple, Android, всё полностью. И чтобы, если ты служишь, если ты хочешь привлекать людей, и чтобы твоё желание сбылось, и люди пришли к Богу, ты должен опускаться до их уровня. Что они смотрят, что они слушают, где они находятся, что сейчас привлекает человека. Вот почему молодёжь покидает церковь, да? Ну, почему? Ну, потому что что-то их другое привлекает. Куда они уходят? Поэтому мы... То есть, другими словами, если сейчас взгляд молодёжи прикован к экрану, нужно к ним зайти через другую сторону, чтобы они увидели, услышали. На экране то, что они ищут, не там. Поэтому мы на это очень сильно начали обращать внимание, мы это увидели. И действительно люди открыли христианские песни, не только песни, а даже вид девочек чистый. Да, да, ты такие юные. У них просто глаза, понимаешь? 15-16 лет, такие красивенькие, поют так, как красиво. Да, просто искренне нормальные девчата. Говорят, где таких вообще найти? Нормальные, супер нормальные. Да, супер нормальные. Они очень красивые. Да, спасибо. Как же они красиво поют. Сколько у тебя подписчиков на YouTube? Уже 80 тысяч. А сколько миллионов просмотров группы «Мелодия»? Приблизительно. Да, если посчитать все, то где-то около 25. 25 миллионов просмотров? Представь, у вас была возможность, то есть 25... этих телефонов или компьютеров, они слушали песни группы «Мелодия». Основателем, композитором этой группы являешься ты. Насколько такая большая ответственность за судьбы этих деток ты несешь перед Господом? Господь, ты мне их дал, я хочу... Ну, я их любила. Я не просто там учила с ними песни. Ты стала второй мамой? Да, я их просто люблю и сейчас, и любила очень сильно. Следующим шагом в вашей жизни это становится... Кстати, видеоклипы. Есть три человека, видеографы, с которыми ты работаешь. Можешь буквально за одну минуту, за каждого, минуту на каждого? Да, уже четвертый добавился, но его еще никто не знает, но вот уже скоро узнают. Узнаем, скоро. Первый это Федор, это как бы наша путевка вообще в... Программный директор телеканала «Инфа». Двери, да, Ютуб, соцсети, все остальное. Федор, Денис Чирка, Виктор Каминскас и вот Славик, извини, не помню фамилию его. Уже четыре человека в вашей клипе снимают? Да, четыре человека. То есть, я понимаю, что там есть график, и не каждый человек может там какое-то время, когда вы можете. Да, да, да. Чем каждый видеограф для тебя? Особенный. Особенный. Ну, во-первых, они разные, и это у них эта особенность. Разный стиль, почек. Да, у них разный стиль, разный подход. Даже были такие песни, вот, которые я написала, да, мы сделали. Я сразу говорю, кто должен ее снять. Потому что я знаю, что именно вот эту песню, человек, который возьмет, он ее сделает вот так. Да, да, да. Откроет, знаешь. Вот у каждого свой творческий подход. Красят по-разному, подходят. Там, например, элементы какие-то используют, сюжетная линия, да. И это все красиво смотрится. Я тебе скажу так, если бы мне только один человек снимал, например, аранжировки писал, да, это бы стало со временем очень-очень скучно. Ну, наверное, больше как один почерк, один штрих. Да, один почерк. Спасибо, спасибо огромное. А фонограммы кто пишет? Я знаю, что ты пишешь слова, ты пишешь музыку, ты нараспев пишешь все, но тебе нет времени, потому что у тебя аж, кроме мелодии, еще есть группа, группа арфочки. Да, да, да. Теперь самая новая новость, это новая новость, группа с хит. Да, восход. Это еще, восход, еще одна группа, ты открываешь. Да. Как ты не можешь остановиться. А кто фонограммы пишет? Ну, тоже разные люди пишут. И Саша Ступак, и Сергей Радько, Украина, и Ван Терзи, Россия. Ну, это, я говорю, самых любимых моих аранжировщиков, да. Минимум 3-4 человека тоже. Аран, как же я вам, очень известный, забыла, да. Хочу назвать Рома Джулай, но не Рома. Нет, не Рома Джулай, нет. Хорошо, хорошо. Скажи, пожалуйста, арфочки, что это за коллектив? Да. Твоя маленькая, меньшая девочка там поет, да? Да, да, да. Сколько там всего человек? Девять девочек. Девять девочек, ты уже идешь на... Нет, хотя должно было быть шесть, как в мелодии. Ты отказать не смогла? Я же говорю, я просто этих детей обожаю. Они меня... У меня заканчивается занятие, это просто прикол. Они не идут домой. Очень мало кто сразу вышел и ушел. Они подходят ко мне, вот эти своими глазенками. Тетя Оля, у вас такие волосы сегодня красивые. Вот скажи, ну ты растопишься, ну сразу. Хоть у тебя, не знаю, день там сумасшедший просто был. Ну откуда в голове вот этого ребенка вот какая-то там красота в 5 лет. Они хотят петь, они хотят остаться. Ну как же их выбирать? Ну поэтому девять человек, молодцы. Да, девять человек. Что-то уже записали, да? Клипы вы, да, сделали? А арфочки тоже уже миллионы просмотров есть. Не знал, честное слово, не знал. Песня «Говори спасибо». Она очень известная. У них арфочки растут на замену мелодии. Они еще не раскрылись, потому что их еще достаточно хорошо не знают. Они еще маленькие, у них, естественно, стиль детей. Какой возраст? Ну у меня есть самые маленькие две, а так девочки все одного возраста. Вот 10, 11, 9 лета. Маленькие, конечно. А две девочки маленькие. Ну то есть как бы сам посыл, мы также создаем христианскую, детскую, качественную музыку. Мы это все пускаем в мир, в жизнь. Пусть люди поют, пусть пишут ноты, пусть переводят. Молитва до Бога, песня переведена на 15 языков мира. Слава Господу. Группа «Восток». Группа «Восток» – новая группа. Безумно классные дети. Все. Ты такое слово подобрала безумно. Сильно классные дети. Сколько деток? Смотри, у меня группа «Восход» делится на две группы. Младшая и старшая. Так ты еще две сделала. Хорошо. Ну они потом объединяются. Получился хор «Ерушалайм». Вот они последнюю песню спели «Ерушалайм». Вот это группа «Восход». Хочу спросить, следующий проект, ты уже тоже что-то хочешь сделать? Или уже много? Я сейчас бью на семью. Все твои силы для семьи, для деток, для мужа? У меня сейчас дочка вышла замуж старшая с мелодией Вероничка. Ты думаешь, ты расслабилась? Ты сейчас муков будешь нянчить. Для меня это не проблема. Я говорю, люблю детей. Муж моей дочери красиво поет, оказывается. Он играет на бас-гитаре. О, как повезло вам. Так они будут петь. Голос приятный очень. Ну они же вот спели свадебную свою. Да, да, да. Мы видели в социальных сетях. Я не хочу потерять вот это время. То есть я буду делать, сколько я могу. И пусть я там в каком-то плане сгораю. Я знаю, что вот этот огонь, он просто раздается везде. Может, я и сгораю, но огонь-то остается. Ты так не говори. Третью группу организовываешь. Еще Реген Хора. Еще группа Надея у тебя. Тут ты только с коллективой и только добавляешь. Я не вижу, что ты играешь. Да, Гена, ты так меня не хвали, а то еще люди неправильно поймут. Все, слава Богу. Уважаемые друзья, мы скинули на Благодарный Господь. Сегодня у нас эфир автор, исполнитель и композитор более 200 псалмов и более, наверное, пяти музыкальных групп. Это Оля Андрощук. Оля, Блиц, короткий вопрос, если можешь коротко. Да. У тебя есть какое-то правило в жизни или приоритеты, или девизы? Да, у меня есть правило в жизни. Я никогда, как же это тебе правильно сказать? Окей, я не общаюсь с людьми, которые себе набивают цену, которые говорят о фирменных вещах, которые скупаются только в дорогих магазинах, и это у них в приоритете в жизни. То есть, если такие люди у меня встречаются, то есть у меня с ними дружбы никогда не будет, я этого не люблю. Тот человек, который не может сложить себе цену, да, получается? Да, да, да. Я люблю простоту, искренность и честность. Откровенность. Я очень ценю в людях честность. Вот если человек со мной будет честен, я тебе скажу, я прощу, наверное, множество грехов. Спасибо. А у тебя много людей хотели бы стать твоими друзьями. Кого бы ты пустила в круг своих друзей? Так, смотри. Честно, вот таких, очень-очень таких близких-близких друзей я не могу иметь. Почему? И, наверное, не хочу. У тебя вообще на времени остается? Да. Да, времени остается. Это первое. Да. На это нужно время. Это нужно бейкаться, извини меня, где-то там по кафе сидеть, по ресторанам, по салонам. Но у меня на это времени нет. Потому что, чтобы вести дружбу, нужно ее поддерживать. Но у меня есть два человека, с которыми мы простые очень люди. Люблю их. С которыми я общаюсь, естественно, да. Но я не хочу говорить, что это друг моей жизни. Это неправильно. Когда-то я так сказала, и сердце мое поранилось очень сильно. У меня друг, мои дети, моя семья, мой муж, мои родители. Это мои друзья. Из последних песен, на какие темы тебе пишутся? Разные темы. Вот что я пережила, что я ощутила, это если лично меня касается. Если там песню заказывают, то мне тему говорят. Кстати, ты же еще пишешь на заказ. Да. И ты мне как-то сказала, что за две недели три песни у тебя купили. То есть за неделю или за две? За две. Три песни. То есть ты реально так много пишешь? Ну, это не постоянно, чтобы ты понимала. Это не бывает так, что это каждый месяц так стандартно. Там три песни за две недели. Но так получилось, бывает. Бывает, да. Люди просят купить фонограммы, люди просят петь твои песни. И то, и то. И купить фонограммы. Да, на заказ. И написать песню, потом помочь продюсировать. Ну, вообще-то, вот этот, кстати, период, помочь продюсировать, очень сложно, чтобы ты знал. Человеку самому где-то что-то сделать. Я говорю это, потому что я это прошла. Очень сложно. И мне никто не помогал. А теперь я помогаю всем. Ну, как всем? Ну, в первую очередь, у тебя пять групп есть, которые... Ты их... Я же, как бы, понимаешь, я расцениваю это как потенциал и люди, которых нужно раскрыть. Им нужно помочь. Ага, ты даешь возможность всем людям, не пить по рукам, но всем, которых есть способности. Да, способные, способные девочки, мальчики, группы способные. Я очень люблю музыкантов ответственных вообще, которые пришли, не знаю, для него. Он понимает, что инструмент пианино – это инструмент для игры, а не просто там сидеть, подбирать что-то. Ну, там, во время уже спевки. Хорошо. Оля, спасибо тебе огромное. Ты так искренне рассказал о своей жизни, о своих переживаниях, о своей семье. Ну, и, конечно, о своем творчестве. Спасибо. Уважаемые друзья, мы все на благодать. Сегодня с нами Ольга Андрощук, автор, исполнитель и композитор «Более 200 псалмов». Оля, я специально придержал минуту времени для того, чтобы ты спела еще. Вот что у тебя сейчас на сердце спеть для наших телезрителей? И, может быть, ты можешь сказать несколько слов пожеланий. Ну, я спою самую последнюю песню, которую я написала. На сегодняшний момент. Да. Через две недели, может, еще три появится. Да, 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 да. И она тоже была прожита какой-то определенной ситуацией. Я не говорю об этом. Но она, кстати, относится к ситуации войны России и Украины. Потому что это меня очень сильно… Мы с Украиной, мы, конечно, это очень болезненно переживаем. Я хочу слова открыть, а то забыла. Пожалуйста, пожалуйста. Ты так меня заговорил, что у меня слова с головы вылетели. Пожалуйста. Вот видишь, сколько? Вижу, вижу, вижу. Давай мы спешим, у нас секунды остались. Ой, извини. Хорошо, я пою. Пісня на українській мові называется «Простите». Давай. Что такое сказать, прости? Ты не знаешь, если не слышишь. Ты не знаешь, когда ты не сможешь нести этот тяг. Что такое простите? Как ты danger? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok